Приветствую. Очень важное, друзья, два режима сознания. Сознание такое, когда мы абстрактно мыслим, там оторвано от эмоций, там сжато время и пространство. Это философское мышление. Это природа мозга так устроена, и в котором в процессе эволюции и развития сокращались затраты на время и пространство, потому что давало возможность человеку мыслить. Потому что когда человек мыслит, застревая на эмоциях, у него происходит замедление скорости мышления. А так он мыслит непонятно как, может даже быстрее скорости света. Так вот вопрос. Философское мышление – это когда человек мыслит, не находясь в конкретности того образа, о котором он говорит. Он мыслит на уровне второй сигнальной системы, на уровне вербальности. Это слово – это сигнал сигналов. Так вот, представьте себе, мы сейчас замедлим мышление. Например, мы начнём думать о таких вещах, которые сразу вызывают рефлексы. У нас, естественно, замедлится мышление, и мы перестанем воспринимать реальность. А мы начнём находиться именно в том, о чём мы думаем. Мы не сможем смотреть так, как было сверху. Так вот, послушайте. Вот я сейчас скажу, например. Приготовьтесь. Представьте себе мысленно, что вы взяли чайную ложечку и постучали ложечкой о блюдечках. Да, раздался звон постукивания. Теперь вообразите, что вы размешиваете в чашечке с чаем. Вообразите, что вы взяли руками нож, вообразите, и порезали кусочек лимона. Взяли ломтик лимона и стали его жевать. Вообразите, и у вас пошёл рефлекс слюны. Вы представляете, вот был первый режим, когда вы мыслили экономно, абстрактно. Ну, там что-то я сказал, и вы там что-то подумали. А здесь вот, когда я говорю, вы начинаете в это погружаться. Потому что слова, которые я произношу, образы, которые возникают, вызывают рефлексы, реагирование. Да, и время, я по существу время расширяю. То есть я вас погружаю словами в состояние. Отрываю от той реальности, в которой вы находились. Но в следующий раз ещё больше расскажу. Но это очень интересно. Потому что если говорить слова, вызывающие такие ассоциации, образы, влекущие за собой рефлексы, абстрактность мысли замедляется, а вы попадаете в состояние транса, в котором я дальше могу сказать, друзья, теперь вы будете прекрасно себя чувствовать. Да, и вы почувствуете сразу такое облегчение, такое облегчение, такое облегчение. А если вы мысленно представите себе, засыпая, что вы дирижируете большим, инструментальным или другим оркестром, что вы засыпаете и представите себе, что вы дирижируете оркестром. И такая музыка божественная, такой божественный оркестр, и вы так и незаметно уснёте. До встречи, друзья!